здравствуйте драгоценные мои друзья сижу опять под нашей с вами чудесной яблоней вернее даже под двумя яблонями потому что одна меня закрывает сейчас идет дождь какие-то капли свежие долетают до меня немножко рассеянные то есть еще как бы проходит через яблони напитываются энергетикой это и это чудесно дождь дождь под волшебной яблони тоже великолепное великолепное удовольствие кто себе может отказа отказать в этом на это вам наверное не сидеть в джакузи с какими-то обнаженными красотками или как бандюганы любят знаете вот самый кайф это пойти в баню в баню с так называемыми тенками да вот это вот верх бандитского наслаждения проводить проводить время где-то где-то в бане с женщинами сомнительной репутации да это ради этого стоит ли друзья мои грабить убивать так сказать губить свою карму чтобы в результате получить так такие такие наслаждения ну что же а я вот получаю свои волшебные наслаждения сидя че под ветвями двумя двух яблонь и беседую с вами ну сегодня наверное тема не очень хорошая да потому что вот как бы под яблоней наверное нужно говорить о высоком я хочу вам с вами поговорить опять же о колдовстве потому что это насущная тема потому что огромное количество людей страдает тем более сейчас когда идет волна одержимости когда как бы весь ад и все бесы здесь и активизировались все мерзавцы все колдуны все ведьмы все жабы отвратительные чтобы так сказать губить честных людей а часто невинных детей хотя есть если невинные в этом мире еще вопрос каждый заслуживает того что имеет ну что же сделано на смерть на как часто я слышу эти слова от людей мне сказали что у меня сделано на смерть бывает это так бывает не так вот к примеру на отливка свинцом видно когда ну как бы колдовство сделано чтобы украсть ресурсы на сбросить негатив или когда по ненависти своей колдуны действительно делают на смерть тогда вот это вот как бы такой канал канал подключения выглядит как идет прямо вертикально в землю если так он идет там параллельно да или под каким-то углом в земле когда ну как бы колдуны пытаются воспользоваться вашими ресурсами но не желают вам немедленной смерти а когда вас ненавидят хотят убить это идет как бы сразу резко в землю на отливках это все достаточно хорошо видно ну а в жизни до что испытывает человек на которого сделано на смерть друзья мои ну я это испытываю на себе достаточно часто ну вернее наверное не совсем на себе понимаете что людей ненавидящих меня достаточно много потому что ну кому-то я наступил на мозоль кому-то кого-то я даже так сказать держу за это ну за причинные места и то есть они чувствуют что в общем то вырваться им не удается несмотря на все потуги то есть поводок и ошейничек становится все туже и туже все уже и уже и как не хотят они привязаны попавшись как на эти муха на липкую пример приманку они связаны со мной не могут оторваться на и в конце концов сначала они хорохорятся там кричат да мы тут мистика разорвем то он там все с ним все решено но в результате смотрят что как бы ничего и не решено и и ничего ничего не происходит а самим становится все хуже и хуже меньше в колдовство их меньше работает они слабеют они начинают болеть и чувствуют уже дыхание смерти за своими плечами этот темная тень вырастает это происходит друзья мои потому что одна из ну как бы неких моих целей эмиссии это в том числе и прореживать вот это вот стадо вот этих мерзких паразитов естественно при многие притягиваются и на канал и так и попадают в эту может быть смотря на мою так сказать не то неказистую физиономию до такого может деревенского дурачка думают о но мы сейчас его тут нахлобучим да и мы мы знаем такие такие у нас есть такие приборы но мы вам о них не расскажем как пелось какой-то песни по моему про колландистов ну вот многие из этих людей сейчас бьются как мухи до в паутине гиперборейского паука и в конце концов понимаю что смешно смешно а совсем не смешно вырваться не удастся вырваться не удастся и своим чередом они уйдут из этого мира и возможно первого кого они увидят его при том когда будут переходить это будет нелепая смешная физиономия дядюшка мистика которая с улыбкой скажет им ну что как говорится сынку помогли ли тебе твои ляхи словами из тараса бульбы ну или еще какими словами друзья мои да или может быть ужасную физиономию по состроить чтобы этим людям было было поприятнее совершить этот переход туда встретим и проводим туда куда надо да вот такие же чувства папа подчас испытывают найти многие власть имущие которые однажды встретились с черным колдуном думая что они там как бы на и на этом тут сбросит все те грехи которые они на бомбили до получились обратное и сейчас живя и видя как как все все утекает из их рук и богатство и счастье и здоровье счастье их близких они понимают что все пришла пора на и печать черного колдуна как бы друзья мои и так как он ушел из этого мира на бывает обращаются ко мне власть имущие и сильные мира сего и говорят любые любые деньги любые блага только сделай это могу ли я это сделать ну наверное нет чужая печать как я как я это могу на а может быть и могу кто у кто его знает наследство черного колдуна досталось старику мистика листику но заслуживают ли они этого вопрос вопросы вопросы на которые друзья мои конкретного ответа я вам дать не могу сами понимаете потому что мы с вами находимся в публичном поле а вот дождик о хорош о хорош какое друзья мои наслаждение этого мне это как его не джакузи с красотками это потоньше будет так что же друзья мои сделано на смерть о чем я ведь и меня понесло в другую степь совершенно сделано на смерть как это происходит хочу вам рассказать потому что многие не понимают как это на меня совершается очень много ударов в принципе в ежедневном режиме какие-то там домороченные колдуны и какие-то недоброжелатели разным образом с путем разных средств применяя там и магию воду и делая какие-то вольты на меня там просто может быть фотографию протыкая там глаза и сердце там кричат сдохни мистик сдохнет тварь сдохнет тварина и прямо жгут режут пишут заклинания шопчет там попляшут может быть у костров сжигают ох сколько друзья мои все эти картины друзья мои я бывают вижу потому что подчас удар конечно приходится на ну я не буду вам раскрывать все все системы так сказать противо противомагической обороны они системы они тем и хороши что подчас они незаметны на это что кажется защитой является просто приманкой и в чем-то просматривает примеру на когда воздействие приходит на фантом и просматривая фантом и считывая информацию кто нанес удар почему каким образом да какие применялись слова какие обряды так все как открытая книга и иногда вот надевая это фантом на себя чтобы ощутить на вот это вот какие мысли начинают приходить в голову да вот как вы ощущать как этот яд вот этого сделанного на смерть потому что задача то чтобы вы сами включили механизм самоуничтожения чтобы вас упало настроение депрессии вы подумали да все бесполезно в этом мире лучше бы уйти до внутри себя кто-то вам скажет эта программа вы как бы согласитесь да вот мир дождливый мир мир такой мир несправедливый я уже все здесь познал все мне надо уходить да и включаются вы в вашими же силами вас начинают уничтожать то есть вот это сделано на смерть это бывает начинают проявляться до мысли о покойниках от кладбищах возникает в голове там кресты и морды страшные да вот это вот вгоняет вас тоску начинаются панические настроения там где-то у вас кольнуло вы все думаете ох у меня там наверное это рак все мне осталось жить на люди такие как бы сами начинают себя накручивать ох у меня это ох у меня то ох мне ничего не это я не способен ни на что вот когда вот такие мысли начинают возникать то означает что да кто-то внедрил вас постороннюю программу она бывает может разной степени силы бывает она одноразовая бывает когда человек ненавище вас там каждый день не ленится и что-нибудь такое делает чтобы на вас перекинуть бывает там какие-то ведьмы работают по лунным циклам да там в какой-то какой-то момент на вас нападают вас начинают накрывать очень много таких людей достаточно сильных потому что бывает бывает мне вот там в 17 лет сказали что мне сделал нам смерть а человеку уже так уже за пятьдесят я гону и чё значит колдуны были хреновы это что-то они сделали на смерть а вы еще все живы почему это так а вот да то есть понимаете что ну по-любому с это это чужое намерение это не значит что вы должны помирать и естественно эти колдуны в своих программах превышают свои свои возможности они говорят то есть для них вы возникает что они могущественные там у них чуть они не самим сатаной там че гоняют каждый день а вы кто такой да и если их злое внимание обратилось на вас то все вам конец часто они специально говорят да там или доводит через каких-то людей до вас эту информацию чтобы еще больше запугать вам сделано на смерти да и все человек как бы думает в нем возникает страх за этот страх могут зацепиться сущности опять же которые наведены или просто которые кружатся вокруг вас да потому что их здесь много но вы источая страх вы становитесь приманка как знаете вот человек который к примеру ну так упрощенно говорит окупается в море и у него есть какая-то ран как примеру да там на кровототящие то это какие-то хищники акулы там пираньи если вы там в каких-то местах они чувствуют эту кровь у них вырождается намерение напасть на вас если вы купаетесь здоровым как бы вы вы в чем-то неинтересным не источаете вот этого сладостного запаха появляется ранка вы становитесь предметом атаки то есть и посторонние сущности могут на вас начать нападать опять же питаться вашей энергией провоцировать то тоже целый целый комплекс да и подчас маленькое воздействие вы его сами начинаете раздувать сами начинается раздувать какое-то действие к примеру вот недавно работал женщины у нее в ванной открытый парк открыт портал и открыт уже давно дают то есть фонит из этого зеркала и сущности приходят к ней даю и дом нехороший еще что то то есть у нее открытая дверь и спицы плохо и болезни пришли и все остальное а всего лишь кто-то на кто-то придя к ней в гости открыл ей этот портал как закрыть она не знала то пока не почувствовала что вот уже прошли годы и вообще там у нее кто-то умер кто-то еще что-то да а всего лишь кто-то вот это вот открыл дверь можно сказать в нехорошие миры откуда начали приходить сущности все больше и больше запугивать женщину пугать и и забирать ее ресурсы всего лишь надо было сделать одно маленькое действие прямо даже смешное действие чтобы закрыть зеркало вот мы это с ней сделаем взяли закрыли зеркало все сама она убедилась до этого она там искать и зеркала шла шел поток холода закрыли зеркало запечатанность да и у нее появился механизм как как это сделать это стало не страшным да то что в общем привело к разрушению семьи к болезням и страданиям на протяжении десяти лет решалась простым легким действием не всегда так решается не всегда драгоценные мои но вот само ощущение да вот как понять что на вас наколдовали если у вас ну чувствуете что не хочется жить да чтобы потерялась цель жизни не важно какой возраст у вас если у вас состояние чаще депрессивное если вы все время возникает страхи возникают сны нехорошие часто думаете о могилах часто вас тянет даже может бродить по кладбищам спокойным то означает что что есть воздействие что кто-то желает вам зла кто-то наложил на вас программу там на смерть не на смерть ну вот такие программы я очень часто вот в качестве такого научного эксперимента анализирую да вот я беру фантом и работаю с ним и понимаю кто и что сделал и в принципе да тут знаете как в интернете тут она анонимность да то есть существует некий айпи адрес и по почерк у колдовства можно дотянуться до того человека и понять что он сделал как он сделал кто ему помогал кто желал зла и такой список таких персонажей друзья мои у меня ну к сожалению я бы мог сказать он не такой большой потому что их энергию их вот эти возможности потому что нападая на меня они соответственно дают возможность мне использовать их энергию и делать с ними все что хотят что все что я хочу потому что желая мне смерти означает что я имею возможность забрать в том числе и их жизнь нужна ли она мне нет конечно не нужна но вот эту черную энергию можно использовать да в благих целях потому что энергия это всего лишь энергия и злые намерения и их так сказать личная подписи договор то есть нападая и хотя желая мне смерти и гибели ну они вступают состоянии войны и я не кармически абсолютно могу делать с ними все что хочу то что то что я делаю да друзья мои это в принципе тоже какая-то приманка да они налипают их гордыня душ что они хотят показаться сильнее могущественней а для себя там скойки я там этого мистика плен срубил в один момент все это дутый какой-то дурачок а я вот мощный сильный на таких пис персонажей достаточно много и я дам на месте кошей не кодил я на него там это я там пляшу там как как это паночка допомните изви этом я каждую ночь там на мистике скачу как они такая ведьмера ну может быть она и скачет на чем-то да но это это явно друзья мои явно не не я потому что чем чем больше вот этой энергии тем по большому счету так как я не отношусь к ним и не с ненавистью не сетель даже в чем-то наверное с некой жалостью потому что и с благодарностью то друзья мои с благодарностью потому что их эти ресурсы я использую очень даже очень даже эффективно я ну на данный момент даже кормлю ими вот некую черную бесконечность поэтому извините драгоценные мои последнее время у вас дела у многих если не у всех становится все хуже и хуже ну уж простите меня это не со зла абсолютно как говорил как бы отец федор помните из 12 стульев не не своей волею а током уволе пославший меня жены я не своей воле а тока воле пославший меня бесконечности поэтому низкий поклон и благодарность всем колдунам которая ну вот вчера я наслаждался колдовством одной замечательной дамы как раз сделаны на смерть распутала вот эти узелки на на фантоме и до понимал что работа немножко нестандартная и мне это доставило удовольствие поэтому друзья мои никогда не бойтесь ничего даже если вы погибаете даже если вы задыхаетесь где-то находитесь в самых низких ходах страх сделает вас только сильнее сделайте страх своим союзникам сделайте начинайте воспринимать как эксперимент поймите что ничего они с вами сделать не могут да они могут разрушить ваше тело но придите даже даже уйдя из этого мира будьте сильнее чтобы они боялись потому что разрушив тело они сделают вас только сильнее и как знаете как во времена нехорошие времена до во времена когда сдавали скальпы скальпы индейцев до жестокие злые времена освоение освоение америки если конечно это освоение можно назвать вот это вот дикий грабеж когда сдавали в скальпы индейцев до и белых людей чтобы получить вознаграждение на ну вот в чем-то наверное я тоже ощущаю себя этим охотником за скальпами становится немножко неуютно потому что все-таки это не не то дело которое мне нравится но попутно попутно на собираем собираем черный урожай время разбрасывать камни время их собирать камни разбросали но теперь собираем собираем то плохое что получилось черный урожай он тоже имеет значение все драгоценные мои друзья тема конечно более глубокая и хотя ладно все драгоценные пока счастливо